Почти пять лет, как он с нами. COVID-19 все еще принято называть новой инфекцией, но в популяции он уже давно как свой. Да и эпидемиологи уже научились прогнозировать поведение коронавируса. Так что рост заболеваемости специалисты называют закономерным процессом. Когда-то смертельный вирус, который унес жизни миллионов людей на планете, стал сезонным. Сложно сказать. Опять же, если опираться на исторические данные, то складывается так у возбудителей, и что чем длительнее он находится в популяции людей, тем меньше он становится болезнетворным. То есть вот такой переход через множество восприимчивых организмов в большей части все-таки ослабляет его патогенность, но при этом может сохраняться заразность. В стационар продолжают попадать жители края с положительным тестом на коронавирус, но это единицы. А в целом, по официальной статистике, за последнюю неделю произошло снижение заболеваемости COVID-19 на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ситуацию называют контролируемой и в крае, и в стране. В Алтайском крае за последнюю неделю отмечается снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекции на 25% по сравнению с предыдущей неделей. Всего зарегистрировано 21 случай за неделю. Для примера, за прошлую неделю в регионе зафиксировали 8603 случаев заражения ОРВИ. Сезонный подъем заболеваемости ожидают в конце августа-начале сентября, что всегда связано с выходом на работу в детские сады и школы. Кстати, инфекционисты уверены, куда большую угрозу, чем коронавирус, сегодня несет грипп. И если вакцинацию от COVID-19 уже можно назвать избыточной мерой, то прививка от гриппа актуальна как никогда. Сейчас как раз пришло время начала привычной кампании против гриппа. И как раз вот те люди, кто находятся в группе риска, а по большому счету по тяжелому течению гриппа и осложнениям COVID-19, это примерно одинаково. И группе риска, я думаю, целесообразнее даже сконцентрироваться на своевременной вакцинации против гриппа. Алтайский край уже получил первый транш вакцин от гриппа – 324 тысячи доз. Всего в регионе планируют привить порядка 60% населения, чтобы обезопасить себя, в идеале необходимо пройти вакцинацию до ноября. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.